шалом дорогие друзья и мы рассматриваем с вами тему о образах мессии вторе и в наших уроках ближайших мы будем рассматривать ее мы уже начали рассматривать ее через девятнадцатую главу книги исхода через недельную главу которая называется хука и мы продолжаем с вами говорить о трех компонентах о кедровом дереве а и сопи и червленой нити о которых я упомянул в конце прошлого урока итак хочу еще раз прочитать этот стих 6 стих из девятнадцатой книги числа и пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа и нити из червленой шерсти и бросит на сжигаемую телицу итак три компонента кедровое дерево и соп и червленая нить что же это значит кедровое дерево в иврите есть даже такое словосочетание или поговорка когда говорится человек или парень как кедр то есть говорится о том кто очень крепкий очень сильный очень жилистый почему так потому что кедровое дерево оно действительно считается одним из самых лучших деревьев когда мы смотрим в писании то обычно употребляется ливанские кедры большинство мест в большинстве местах писания мы встречаем именно ливанский кедр тот кедр который царь соломон использовал на построение храма практически множество разных вещей были построены из этого кедра которые находились внутри храма потом он естественно покрывался золотом но кедр считается одним из самых-самых крепких сильных и лучших деревьев противовес ему то что считается самым слабым из деревьев то это и соп о нем уже упоминали давайте посмотрим с вами одно из мест писаний о котором говорит нам царь соломон в третьем царстве в 4 главе 32 33 стих там написано так и изрек он то есть царь соломон 3000 притчей и песней его было тысяча и пять и говорил он на деревах от кедра что в ливане до исопа вырастающего и стены то здесь мы видим как этими словами царь соломон описывает все все деревья все цветущее от кедра который в ливане и до исопа то есть кедр это что-то самое сильное самое лучшее из деревьев а исоп растущий как написано из дерева и стены это самое самое простое растение это даже деревом нельзя назвать это всего лишь какой-то кустарник поэтому кедровое дерево у него есть определенное значение у него есть определенный смысл кедровое дерево значит что это символ силы и величия и в противовес ему исоп это символ слабости и скромности и почему здесь речь идет вот о наличии вот этих вот кедрового дерева и исопа могу предположить вот такое вот предположение что так как кедровое дерево является символом силы и величия айсоб свою очередь символизирует слабость и скромность два противоположных компонента которые являлись неотъемлемой частью жертвоприношения то можно сказать что таким образом пепел рыжей телицы который сжигался он использовался для очищения каждого человека независимо от его сословия независимо от его положения в обществе от его должности или рода то есть каждый человек он нуждался в прощении и очищение не важно кто ты был мужчина или женщина ребенок или взрослый если ты каким-либо образом стал нечистым то ты нуждался в очищение и наличие исопа с одной стороны и кедрового дерева с другой стороны говорили о том что каждый может получить вот это вот прощение про приняв очищение очившись очистившись стать опять чистым и получить новый доступ к святому святых и ко всем видам жертвоприношений таким образом вот эти вот два вещества точнее два вот компонента они говорили о том что каждый нуждается в очищении с другой стороны эти компоненты они символизируют самого мессию каким это образом когда мы смотрим писание когда мы смотрим пророчество в особенности то там мы встречаем два образа миссии первый образ он говорит о миссии который страдает который отдает свою жизнь который поругаем над которым многие издеваются он несет на себе наказание всего народа тот который скромный тот который ничего как бы кажется не стоит на которого тяжело даже смотреть люди не могут понять как такое может вообще являться миссии с другой стороны есть противоположный образ когда речь идет о миссии который царь который должен царствовать который должен дать великое освобождение который сидит на престоле два разных образа и в иудаизме эти одного назвали миссия сын иосифа а другого назвали миссия сын давида сын иосифа почему потому что когда речь идет вот о этом о этом страдающем рабе он напоминает нам жизнь иосифа которого продали братья и он попал в рабство в египет и его жизнь она действительно была с многочисленными страданиями но потихоньку он поднимался и поднимался и где бы он не был господь его благословлял страдание иосифа и страдание вот этого раба господня которым говорят что он скорее всего что он миссия они очень схожи с другой стороны царь давид которого избрал господь и сказал что на твоем престоле вас сядет миссия поэтому второй образ который нам описывает царя он как раз схожим с образом царя давида и поэтому он был так прозван сын давида и раввины считают что речь идет о двух разных людях есть очень много разных историй медрошей описывающих и пытающихся дать ответы кто из них есть кто как это в них выражается в этих людях но когда мы говорим мессианские верующие многие другие христиане мы считаем что речь идет об одном и том же человеке об одном это об одной и той же личности что речь идет о и шоу о нашем миссия нашем господи и в себе он включает просто два два образа или две функции которые он должен был выполнить первая функция подобно и оси фу когда он приходит и страдает и отдает свою жизнь за народ а вторая функция когда он придет во второй раз и будет править как царь давид сидящий на престоле и когда мы рассматриваем места писаний из нового завета то можем увидеть очень сильную параллель с тем что и соп это символ слабости символ скромности даже символ исцеления и кедровое дерево который символ силы и величия хочу вам прочитать одно место из филиппийцам 2 главы это 6 по 8 стих он говорится здесь аишуа будучи образом божьим не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной о чем здесь говорится увидим что и шоу он был равный богу у него были все привилегии все возможности но он смиряет себя то здесь мы видим что он как кедровое дерево имея силу и величие смиряет себя в послушании даже до смерти крестный своего образом становится подобный и сопу смирившись и приняв скромность на себя кедровое дерево с одной стороны силой величия и соп с другой стороны другое место писания еще больше описывает этот образ в откровении 5 глава с 5 стиха иоанн видит такую картину и один из старцев сказал мне не плачь вот лев от колена иуды корень давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати и и я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный имеющий семь рогов и 7 мочей который суть 7 духов божьих посланных во всю землю иоанн он плачет перед божьим престолом потому что он видит книгу которую никто не может открыть никто не достоин и вдруг он видит что стоит лев от колены иуда что такое лев это царь зверей кто-то очень сильный который обладает всеми полномочиями всей властью от колена иуда корень давида как раз говорили с вами подобно царю давида который должен воссесть на престоле от корня иуды подобно давиду обладающий всей властью он тот который смог прийти и открыть эту книгу это один образ в силе и величие в царстве но с другой стороны то же самое вдруг иоанн видит по-другому он говорит я вижу как бы агнца закланного что-то полностью противоположное как кедр и как и соп с одной стороны царь из корня давида лев сильный и с другой стороны агнец и гненок который заклан вот эти вот два образа они как раз описывают нам ишуа мессию кедр и соп два компонента которые добавлялись в жертву рыжей телицы при ее сжигании таким образом мы видим связь с ишуа мессии третий компонент о котором упоминала здесь это червленая нить червленая нить у нее есть очень множество значений через каждое из них мы с вами можем увидеть очень ясно образ мессии и шо но об этом мы поговорим с вами в следующем нашем уроке всего доброго мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv 3w.oasis. Продолжение следует...